Всем привет! Вы на канале Чаплин Коллектор. И не прошло и полгода, как я решила все-таки доснять сборку от киндер сюрприза этого сезона, потому что вот-вот уже должна скоро новая появиться, а я только одну палетку открыла из старой сборки. Представляете, надо исправляться. На самом деле, я купила уже киндеры с именами, там тоже будет сборочка. Надеть мне будут попадаться разные игрушки, а не куча повторов. Я священно в это верю. Сегодня мы будем открывать одну палетку с маркировкой, внимание, аж от января месяца. Но я надеюсь, что это ничего не испортит ваши впечатления, потому что срок годности еще не прошел, и в принципе, я думаю, что эти яйца еще возможно найти в магазине. 19 января 2024 года. Сейчас конец июля. Но ничего страшного, мне главное закрыть серии, найти нужные игрушки, а остальное не важно. Но зато я много другого интересного контента для вас снимаю. Коробочку мы с вами уже рассматривали в прошлый раз, поэтому я думаю, что будем приступать к распаковке. Киндеры я все взвесила. Ну и давайте откроем первый. Это всего лишь 13-й мой киндер с пингвином, но ничего страшного. И еще была очень сильная жара, поэтому я их боялась на самом деле открывать, поэтому снимала чупа-чупсы. Так, ну и что нам здесь попадается? Кажется, что-то новое для меня. Сборку для девочек нам в этом году так и не завезли. Опять нас ее лишили, но и иностранную мне тоже заполучить не получилось, поэтому немножко попозже еще пооткрываем прошлогоднюю. Вот такой вот вкладыш. Нам попадается машинка. Здесь нарисован, кстати, пингвин. И давайте смотреть, что же делает эта машинка. Зеленая рамочка, якобы на Тунс, маркировка VT217. У меня такой машинки еще нет. Ну и давайте ее собирать. Кстати, сейчас принесу то, что мне попалось в прошлый раз, чтобы сравнивать, если мы соберем с вами серии, ну или просто, если попадутся повторки. Собрала нашу первую игрушку. Это обычная машинка. Она, кстати, сделана из матового пластика. Она катается. И вся интересность этой машинки заключается в том, что в ее багажник можно что-то положить, а именно это яйцо динозавра. И оно состоит из двух частей. Крепится крест-накрест. Я не буду его вытаскивать, но я думаю, вы поняли, как оно делается, объемным. Ну, то есть, вытаскиваются две детали и вот так вот крест-накрест вставляется друг друга. Это яйцо можно положить вот так вот в багажник и катать. Такая вот машинка. Ну, сделана неплохо. Пластик классный. И, в принципе, можно либо палец сюда вставить, либо свои какие-нибудь мелкие игрушки типа полипокет можно катать. Ту, которая именно из домика. Или собачку какую-нибудь маленькую посадить. Игрушка забавная. Мне понравилось. Качество хорошее. Берем следующий киндер. И он вообще беззвучный. Открываем. И, ух ты, лошадь. Прикольно. Игрушки у меня тоже нет. Надеюсь, сегодня мы обойдемся без повторов относительно предыдущей распаковки. И давайте смотреть, что это за лошадь такая. Что она умеет. К ней прилагаются какие-то пятна, краски. А, это пластыри. Я поняла. И можно ее как бы украсить этими пластырями. Таким образом выглядит лицевая сторона. И таким вот образом выглядит лошадь. Ну, пластыри мы на нее клеить, конечно, не будем. Но я покажу, что это такое. Лошади мои серые. Что же ты наделала? Смотрите, какая интересная квадратичная лошадь. И немножко мне напоминает мультик зебру в клеточку. Ну, то есть, они тоже там такие квадратные были. Или Дина Сити немножко напоминает. Но лошадь сама по себе забавная. Она состоит из трех деталей. И у нее нет никакой подвижности. То есть, это статичная фигурка. И к ней прилагаются вот такие вот разнообразные разноцветные пластыри, которыми можно ее украсить. Видимо, это игрушка для детей, детей, которые часто сажают себе ссадины всякие. И постоянно ходят обклеенные пластырями. И это, видимо, для них, чтобы они не комплексовали, что они все время все в пластырях разноцветных. И вот игрушка у них тоже будет в разноцветных пластырях. Я думаю, как-то так. Но сама по себе лошадь забавная. Мне нравится. Третий киндер. Кстати, этих игрушек с пластырями, по-моему, достаточно много. Там чуть ли не три серии, по три игрушки. Ну, то есть, если разбивать серии по две штуки, то их как-то там много. Так, здесь какая-то опять машинка. О, кажется, мы собрали первую коллекцию, потому что машинка с запасным колесом не попадалась в прошлый раз. Я как раз сейчас складывала в пакетики игрушки из прошлого выпуска, потому что у меня не было пакетиков. И я их свалила в один. А сейчас именно разложила. Придется ее сейчас достать, чтобы показать, что мы собрали с вами первую серию. Видите машину, у которой запаска и которой она кидается. А кидается она в прошлый раз была мишень, чтобы сложить в кучу с колесами. А теперь она почему-то в сток сена пытается запыльнуть колесо. Зачем? Объясните мне, пожалуйста. То есть, если в прошлый раз надо якобы порядок было навести, то в этот раз нахулиганить. Смотрите, что у меня собралось. Это вот такая вот машинка, в которой уже улетело колесо. Ну, неважно. Суть механизма такая, что вот эта вот часть, она туда-сюда поднимается и опускается. Сюда у нас кладется колесо. Вот таким вот образом. И оно улетает. А улетает оно в этот раз в кучу сена. Зачем-то надо их разрушить. Вот возле сарая лежат. А в прошлый раз колесо ложилось у нас в кучу с колесами. Что мне казалось интереснее и логичнее. И машинка выглядела вот так вот. То есть, колесо тут немножко другое. С другим диском. Кстати, новое больше на пуговице. И вдалека даже похоже. И машинки разной формы, разного цвета. Но видно, что они из одной коллекции. Вот видите, отливка разная. Ну, может быть, вот эта вот часть, которая откидывается и одинаковая. А кабина совсем другая. Ну и колеса можно, соответственно, поменять местами. Вот, видимо, желтая в цвет сена. Наверное, типа никто не заметит, что там лежит покрышка. Ну, точнее, даже колесо, а не покрышка. Таким образом выглядит вся серия. Раз и два. Поздравьте меня с первой собранной коллекцией из старой сборки. Ну, а тем временем мы открываем уже четвертый киндер. И пока нам не попалось ни одной повторки, и мы уже закрыли с вами одну серию. Это хорошие новости. Так, что-то очень звонкое. И, ага, нам попадается осьминожка. Тут к ней куча наклеек. Так, такая фигурка у меня есть за кадром. Ну, точнее, не у меня, а у дочки, но не важно. Значит, я просто ее видела уже. Вот так вот выглядит, значит, осьминог. Он тут якобы на скейте, но на самом деле он не на скейте. Он просто на своих щупальцах. Что у нас он делает? Он, в принципе, ничего не делает. Это статичная фигурка, но ей в руки можно, ну, щупальцы, дать разные предметы. Это, например, телефон, например, коктейль, ну, и все, что там есть картонного. Мы думали сначала, что это наклейки, но нет. Это оказались такие вот картонные детальки. И очки, кстати, еще можно ему наносить. Дополнительный интерактивчик. Давайте соберем осьминога и посмотрим. А вы пока отсканируете. Фигурка собирается слишком просто из двух деталей. И вот этот вот нос немножко на поросячьи напоминает. И обратите внимание, что тут есть специальная прорезь, чтобы надеть туда очки. То есть, видите, бумажка туда хорошо заходит. Мы выдавливаем, например, картонные очки и кладем ему на нос. Потом берем, например, коктейль и вставляем ему вот сюда, в лапу. Вот таким вот образом. И во вторую лапу мы ему вставляем, вот, например, телефон. И он его держит. История такая. Снизу, как вы видите, нет никакого скейта. Есть отверстие и, собственно, больше никакого функционала нет. А сверху мне нравится, что есть морская звездочка, которая к нему прилипла. Забавная фигурка. Мне нравится. Хорошая, качественная. Пластик приятный и интересный функционал. Можно поиграться, поукрашать его. За повторку я его не считаю, потому что он мне был, считайте, за кадром подарен. Это не одно и то же. Открываем. Вообще беззвучная. Прям все яйца как будто бы забетонировались. Хотя они у меня лежали не в холодильнике. Открываем. И ага, по-моему, это либо повторка, либо мы закрыли серию. Потому что у меня... Нет, это мы закрыли серию вроде как. У меня была уже игрушка из этой коллекции. Она вроде кажется интересной, но подводит то, что в ней есть картонная деталь, которая может легко потеряться. И функционал этой игрушки сразу обесценится. Собрали мы еще одну коллекцию. Здесь якобы скелет динозавра. И это птеродактиль. Состоит игрушка из двух пластиковых деталей. Одной картоны. Точнее, из трех пластиковых деталей, которые соединяются между собой. Вот сюда кладется картонная деталька. Ее надо полить водичкой. И проявится скелет динозавра. И лицевая сторона. Вот если бы птеродактиль был, было бы лучше. А не вот это вот все. Ладно, давайте собирать. Посмотрим и на вторую игрушку из этой коллекции, и на то, что нам попалось. Я достала сразу обе, потому что они уж очень похожи. И, по-моему, формы отливки у них абсолютно одинаковые. Вот нам сейчас попалась бежевая, а в прошлый раз попалась красная. И видите, тут следы динозавров, какие-то вот заборчики, какие-то, не знаю, лужи, растения. Вот это вот трафарет типа, наверное, какой-то. Либо зона раскопок может быть, а этот забор, который их огораживает. С обратной стороны вообще ничего интересного. Просто технические всякие выпуклости и впуклости. И дальше прилагаются абсолютно одинаковые по цвету и по форме лопатки. Ну, то есть, можно, наверное, вот это вот на палец надеть, якобы на детский. И вот здесь вот форма лопатки. Такие археологические раскопки. По цвету они, мне кажется, одинаковыми. Ну да, вроде бы одинаковые. Хотя, кажется, вроде одна серия или нет. В общем, вот. Это две разные от двух разных игрушек. И картонка. В этот раз она мне попалась мятой. Вот, смотрите, достала ее из капсулы мятой. Так нечестно. И там, как раз-таки, если мы намочим ее водой, мы увидим скелет этого птеродактиля. А здесь я уже не помню, чей скелет, но тоже какого-то динозавра. Видите, какая ровненькая и какая мятая мне попалась. Но ничего страшного, выпрямится. Я ее положу в пакетик. Главное, что мы собрали с вами еще одну коллекцию. Уже вторую за этот выпуск. Несмотря на то, что мы открыли всего пять киндеров. Называется, не зря сходила за старыми игрушками. Открываем шестой киндер. Это будет половина сегодняшней палетки. Половина с сегодняшнего выпуска. Еще будет один точно по этой сборке. Потому что у меня почти полная палетка. Надо докупить несколько яиц. И еще один обзор сниму. Так, опять машинка. Но новая, желтая какая-то. Так, я смотрю на капсулу. То ли капсула желтая, то ли машинка желтая. Уже запуталась. Но нет, это какой-то асфальтоукладчик. Вот как раз у меня за окном сейчас меняют бордюры и асфальт. Очень актуально. Так вот она выглядит. Так что, если вы услышите какой-то резкий шум, не удивляйтесь. Я так понимаю, что никаких наклейок и картонок здесь нет. Просто сама машинка, сам асфальтоукладчик. И очень интересно на нее посмотреть. И у нас получился каток. При виде которого я сразу вспоминаю приключения кролика Роджера. Или, например, Бэтмена Тима Бартона. В общем, что-то такое. У меня в голове всплывает. Но на самом деле им, например, асфальт укладывают. И еще какие-то такие строительные работы ведут. Наклей к нему не прилагалось. Вот этот вот сам ролик очень хорошо крутится. И также крутятся колеса. Катаются хорошо. Инерционного механизма у него нет. Но так выглядит приятно. Жалко, что ничего они не раскрашивают на этих машинках. А так, в принципе, машинки хорошие. Ну что, ровно половину палетки мы с вами открыли. Опять беззвучное яйцо. Так, у меня какое-то такое прям воодушевление, что я наконец-таки открываю эти киндеры. Хотя у меня еще много чего надо открыть. Но ничего. Надо все потихонечку как-то открывать. И нам попадается опять динозавр какой-то. И если это динозавр из той же коллекции, что нам попадался Трицератопс в прошлый раз, то мы с вами закрыли еще одну коллекцию. Но я пока не уверена. Я пока не поняла, что за механизм этого динозавра. И из какой он подсеет. Мне кажется, он немножко отличается. Потому что он не шарнирный. Тот-то болтался. Такой весь был гуттаперчевый. А здесь я не поняла. Он на стену, по-моему, лепится. И это липучка. Ага. Типа как ящерицы, что ли, были в прошлом сезоне. Кстати, здесь тоже должны быть ящерицы, но другого цвета. Слушайте, а эта липучка мне нравится намного больше, чем все предыдущие. Смотрите. Оп. Слышите? Оп. Она прилипает к моему фону. И липучка выглядит следующим образом. То есть, когда я пальцем трогала, она реально липкая. И если вы намочите ее водой, она опять станет липкой, если она у вас немножко запылилась. Смотрите. И динозавр сделан тоже классно. Вот этот вот его, не знаю, как назвать это правильно. Хрящ. Хребет. Он сделан из другого цвета пластика. Ну, то есть, липучка и вот этот хребет, это одна деталь. И сам динозавр, на котором нарисованы наклоняются такие глазки. Не то, что как на машинках ничего не прорисовано. И он такой достаточно большой. Качество пластика тоже мне нравится. И он полый внутри, единственное что. А так, очень прикольная фигурка. И для полочки классно. И детям позалипать, как антистресс можно. Таким вот образом. И на стенку, соответственно, на плитку и на стекло будет липиться. Следующий киндер. Опять беззвучный. Так. И что это? Ой, это какой-то кит. Ага, это опять животное с пластырем. Но там есть несколько похожих, а есть прям совсем отличающиеся между собой. Но, тем не менее, все с пластырями. Я уже сейчас не помню, какие конкретно. Но будут попадаться, будем изучать. Попался на вот такой вот кошелот. Или кто это? Или дельфин. Но это больше на кита похоже. Он тоже, я так понимаю, статичный. И на него просто клеятся пластыри. Но сама форма и качество фигурок вроде неплохое. А, крокодилы бегемоты, а обезьяны кошелоты, и зеленый попугай. Ну, пока других у нас ни попугаев, ни обезьян, ни крокодилов, никого нет. Но зато есть вот такой вот огромный кит. И он очень прикольно сделан. Мне нравится, что можно его и вот так поставить, и вот так положить. И может быть, нет, так он не встанет. На хвост он, к сожалению, не встанет. Но и так. Можно двумя вариантами кост его сделать. рот открыл и такой у него кстати сверху есть отверстие в спине но якобы для фонтанчика вот этого вот и единственное что зачем-то хотя механизма у него нет здесь есть вот это вот отверстие непонятно ну и рот у него открыт но в рот тоже класть ничего не надо пластыри я сравнила абсолютно одинаковые то есть они не отличаются по цветам две одинаковые палетки с пластырями или стикер пока два одинаковых стикер пока с пластырями то есть если у вас закончились пластыря от 1 вы можете взять пластырь от другого животного очень удобно а еще можете клеить парные например вы хотите два вот таких круглых фиолетовых ему наклеить берете от двух разных игрушек и все то либо от повторки это уж как повезет я не буду считать что я собрала коллекцию потому что там намного больше игрушек с этими пластырями но 2 у меня уже есть тоже неплохо тоже еще интересного нам сегодня попадется я уже заинтригована так открываем и там пока желтая капсула нам попалась ой это не парк пингвину ли случайно которую загорает да кажется мы закрыли еще одну коллекцию нам попадался прошлый раз пингвин который загорает на солнышке на коврике так сейчас его выкину тут все лишнее потому что тут слишком много бумажек добираться до вкладыша тяжело открываем вкладыш и кто и там это я боюсь соврать честно сказать кто это медведь или енот или кто я не поняла напишите в комментариях кто это такой в общем вот такой вот зверек он загорает на солнышке то есть у него пузико из такого пластика сделано которая меняет цвет на солнышке при ультрафиолете может быть час но в принципе меня уже за окном не солнечно поэтому наверное не получится и также он лежит на коврике единственное что мне не нравится в этой серии что у них картонные спинки и в принципе все в остальном серия забавная пока я вставляла обратную сторону ему вот эту вот картонную детальку я подумала может быть это панда потому что черно-белая такая вот тут черная тут белая но не знаю очень на панду не сильно похоже в общем напишите в комментариях кто это это зверюшка в солнечных очках синей оправе с белым пузиком который должно загорать уши наверное тоже загорают и спинка скорее всего а также видите здесь картонная вставочка которая закрывает отверстие и вот это вот вставочка здесь она небольшая а у пингвина здоровая смотрите пингвин полностью закрыт сзади этой вот картонной деталькой а здесь она такая вот крохотулечная мне бы больше понравилось если бы он был полностью закрыт сзади и был плоским они вот это вот все вот пингвин причем пингвин такой более черный а этот коричневый этот медведь но какой-то медведь мне кажется все таки это и пингвин видите Видите, он суровый, что он без очков загорает. Что касается ковриков, у Мишки коврик был очень мятый из капсулы. И здесь он вот в такую вот расцветку, в оранжевые полосочки на каком-то желтоватом фоне. Ну, в общем, оранжевый. И видите, тут мороженое протекло на обратную сторону. Вот это мне детали очень нравятся. То есть, они заморочились. Также тут снег и солнцезащитный крем. А у пингвина точно так же мороженое. А, солнечные очки он снял и снег. Солнцезащитный крем ему не потребуется. Тут у нас звездочка, а тут у нас уточка. Ну, то есть, можно вот так положить, а можно вот так положить. И у пингвина он тоже согнутый, но хотя бы не мятый. А здесь есть явные заломы, что, конечно, огорчает. И если пингвина можно было покачать, то есть, как на шезлонге, вот так вот, тын-тын-тын-тын, то здесь он сильно согнутый. Покачать его так не получится. То есть, он скатывается с него. Не ложится. Его вот так вот удобнее положить даже. По короткой стороне. А пингвина и по длинной, и по короткой можно положить. Ну и что? Еще одна серия в сборе. Сколько мы серий с вами сегодня собрали? Машинки раз, скелеты два. Ну и пластыри будем считать так наполовиночку. И вот это вот третья точно собранная коллекция. То есть, три с половиной коллекции мы сегодня с вами собрали. Очень хороший результат. Осталось всего три киндера. И этот совсем беззвучный. Открываем. И ой, что это? Такого у меня точно не было. Это что-то... Аааа, понятно. Это у меня было. Это старая серия, но не знаю, перевыпуск или нет. Сейчас по вкладушу посмотрим. Мне кажется, это, да, перевыпуск, потому что вкладыш новый, а игрушка старая. Вот эта игрушка у меня уже есть, просто со старым вкладышем. Ну ладно. Я вот думаю, может быть, сходить, не клеить наклейки. Здесь у нас плоский пингвин, запускающийся механизм. И, собственно, все. Потому что... Хотя вот эта деталь была прозрачная или нет, я вот сейчас задумаюсь. Так, а маркировка? Маркировка старая, так что тут все старое, кроме вкладыша. Обидно. Долго искать игрушку не пришлось. Я ее нашла, она у меня лежала в прошлом сезоне. И это вот такой вот плоский пингвин, которого можно, в принципе, снять отдельно. Он с обратной стороны выглядит таким вот образом. Есть отверстие для подставки. И вот эта вот штука, очень напоминающая пробку от бутылки с газировкой, или от бутылки с пивом, с минералкой. В общем, кто что пьет, нажимаем. И он должен лететь сейчас. Поставлю. Вот. И он подлетает. Также тут есть диорама в виде ледяных скульптур, глыб. Ну и вторую я уже собирать, клеить не буду. Оставлю в разобранном виде, потому что у меня вот есть уже собранный. А вкладыши, это здорово, что вкладыши новые, а не просто старые, подмешали. Киндеры тают на глазах. Осталось открыть еще два. И так, что-то звонкое. А это, а это ракета. Ага. По-моему, такие ракеты у нас выходили уже в космической серии. И, скорее всего, вкладыш у них будет старый. Верно. Это космическая миссия попалась. И эту ракету я вам уже показывала, вроде бы, если она мне попадалась. Сейчас тоже, может, схожу, посмотрю, где-то у меня пакетик с космической миссией. Была она у меня там или нет? Потому что мне чего-то не попалось. А вот чего я не помню. Но, по-моему, ракеты я эти собрала. Ну, в любом случае, схожу, чтобы мне ее не собирать, не клеить. А я там и не клеила, по-моему, наклейки. Но это, считайте, первая повторка. Да, ракета у меня это есть. Я ее нашла. И вторая тоже из этой коллекции у меня есть. Так что она попадалась как в космической миссии, так и в сборке попадается. Ну, то есть, серия дублируется. Ну, это как бы нормально. Опять выпустили новую мини-коллекцию Kinder Surprise. Так что буду тоже сейчас их искать, когда они делают, например, какие-то рисующие игрушки или прилипучки с новой обложкой. В общем, у меня не очень получается запустить вот этот вот механизм, поскольку никак не хочет резинка вот эта вот. Ну, точнее, огонь, пламя к ракете крепится. Но, я думаю, вы поняли. В общем, сюда присоединяешь, нажимаешь, и она отлетает. Ну, да, ракета должна отлетать от планеты Земля. Скорее всего, это она. А, она, кстати, еще и вот такая вот. Можно ее собрать, более объемную сделать с прорезями вот эти бумажки. И есть наклейка. Такая вот желтенькая. Куда она клеится? А, она клеится в круговую, поэтому клеить ее не буду. Вот здесь вот, на кабину. Вот здесь вот. Ну, то есть, игрушка будет, конечно, поярче, но на округлой, хоть и не очень глянцевой поверхности, будет не очень хорошо держаться. Поэтому опустим этот момент. Ракета, к сожалению, повторная. Ну что, последний Kinder на сегодня. И закроет ли он нам какую-нибудь коллекцию? Ну, главное, чтобы не с ракетами. В принципе, вторая ракета вообще может не попадаться. Я разрешаю. Ты у меня уже есть. Так, звонкая. И... Ага, это шкатулочка. Это одна из немногих игрушек для девочек, которые попадаются в этом сезоне. Нам почему-то положили самые дурацкие. Шкатулку. Мы одну уже с вами распаковали. И, по-моему, мы собрали еще одну серию со шкатулочками в этот раз, с ключиками. Видите, какой яркий вкладыш, розовенький, такой фиолетовый, лиловый. И шкатулочка, в принципе, такая же. В нее можно всякие записочки класть и секретики. Сейчас покажу вам и старую, и новую. Первая была в виде бабочки. Вторая в виде звездочки. И, кстати, бумажек к ним никаких не прилагается. То есть, бумажки надо изыскать самостоятельно, чтобы положить в эту шкатулочку. И, кстати, за счет ключика она может стоять даже вертикально. То есть, доп. функционал. Можно ставить на полочку, как бабочку, так и звездочку. Ключик вытаскивается, вставляется вот сюда. И как бы поддевает нашу крышечку. Внутри ничего нет, но можно положить. Закрываем и вытаскиваем. Так ее поддеть достаточно... Давай, закрывайся. Ну, в общем, так поддевается тоже. Так себе замок. Ненадежный. Ничего в нем не спрячешь. В общем, вот такая вот первая шкатулка. Точнее, вторая шкатулка. И бабочка нам попадалась в прошлый раз. Открываем. И тут тоже можно еще и крышку снять. Вообще ненадежная шкатулка. Хитрые родители подсовывают детям шкатулки, в которых ничего нельзя спрятать. Время подводить итоги. И что я хочу сказать, я очень довольна, потому что повторок практически не было. Ну, ракета не считается, потому что она мне попадалась в других яйцах. И пингвин с другим вкладышем. Поэтому повторок, считайте, нет. Мне очень понравились игрушки, которые стоят в центральном ряду. Это лошадь, кит, динозавр. Ну, и осьминог неплохой. Еще классная игрушка, которая лежит сверху. Это мишка на коврике. Просто он уже не влез в средний ряд. Ну, и снизу машинки. Сборка для девочек, которой у нас крайне мало. И раскопки с динозаврами тоже лежат сверху. Какая серия вам понравилась больше всего? Мне понравилось, что мы с вами собрали несколько серий сегодня. А именно, раз, два, три, четыре. Четыре коллекции полностью. И одну как бы пополнили, потому что там больше игрушек, чем две. Наверняка вы уже собрали все коллекции, которые хотели. Но я, как маленький ребенок, с большой радостью открываю эти сюрпризы. И следующий, наверное, открою палетку с именами. Потому что я нашла все яйца. А потом откроем еще палетку с пингвинами. У меня, по крайней мере, такой план. А там посмотрим. Так что пинайте меня, чтобы я снимала почаще сборку киндер-сюрпризов. И еще не забывайте, что вас ждет несколько выпусков по предыдущей сборке для девочек, которые я так до конца и не открыла. Если вам понравился этот обзор, то, конечно же, поддерживайте меня лайками. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропускать. Все ссылки на мои социальные сети, как обычно, в описании. И до новых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok